Так, супер, спасибо всем, кто нашли в себе силы явиться в столь позднее время в нашу самую беседу, а сразу вопрос, была ли возможность подумать, может у кого-то появились мысли, идеи касательно того, что бы захотелось услышать или о чем захотелось бы послушать, пообщаться в связи с современной IT-индустрией? Я все стесняюсь, что еще. Ладно, хорошо, я понял, ну, смотрите, были тогда еще недельку подумать, будут мысли, обращайтесь, а по поводу прошлой нашей встречи, может какие-то вопросы у кого-то возникли, какие-то вопросы, предложения, пожелания, или тоже, всем все понятно, все отлично. Пока, да, все понятно. О, супер, отлично, теперь нас двое, я точно знаю. Хорошо, замечательно. А тогда давайте приступим, у нас вторая с вами сегодня митинг, мне нравится слово, а сегодня мы пообщаемся на тему такой замечательной вещи, как HTTP. так, отдайте мне, пожалуйста, право зашалить экран. Да, 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 я, сори, я вынкнула микрофон. Я, ваше, честно. А, а тут тишина, не слово. Я просто выключаю, чтоб не фонила, но секундочку. Ага. А, вы под другим. А, под кем мне. Я просто не могу найти… Ну ладно, найдите кого-нибудь. Да, я вот нашла, но тут как бы не подключен. Сейчас, секундочку. Ага, все, все, я бачу, как возможно узнать. Все, не могу презентации, расходимся. Да, сейчас все будет, подождите. Не получилось. Со студенчества еще остался рефлекс. Так, не получается, дальше их не будет. Да, понимаю, понимаю, но нет. Поиск никто не отменял. Так. Вот, все. Все, сейчас кругом. О, есть. Есть. Так, скажите, если видно. Да, видно. 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 Так, не пугайтесь. У нас новая лекция 1. Дизайнеры, когда мне немножко тут шабань на презентации, они забыли вставить все остальные слова лекция. Поэтому у нас всегда будет лекция номер 1. Поехали. Кто знаком с этой аббревиатурой? Это Hypertext. Трансфер протокол. Да. Да. Именно. А как вот кто понимает, что такое HATP, Hypertext Transfer Protocol? Что прикросят этими словами, кроме ошифровки? Что такое протокол, кто знает? Ну, как понимает. Ну, умовно, это набор правил, за которыми мы передаем данные по мереже. Да. Ну, да. В узком понятии, да, в широком это, в принципе, набор правил. Набор правил, кто как договаривается передавать данные по сети, кто как договаривается жить. Вот, на самом деле, вы поступаете в ВУЗ, вы учитесь, сдаете сессию, не сдаете сессию, вас отчисляют. Это тоже определенный контракт, определенный протокол, по которому идет ваше обучение все эти годы. Да, да, да. Hypertext Transfer Protocol. Протокол передачи гипертекста прикладного уровня передачи данных. Очень умная фраза, ее запоминать никому не нужно. А кто слышал про прикладной уровень вообще? Слышали такое слово или нет? Окей. На самом деле, никто особо этого не требует. Есть такая штука, называется OSI, семиуровневая модель. И там, в принципе, описывается архитектура, как сети строятся. Самый нижний уровень – это, не знаю, коаксиальный кабель. Дальше идут протоколы транспортного уровня, типа IP-шники, IP-шники. На самом верху лежат то, чем непосредственно вы каждый день пользуетесь. То, что вы непосредственно приметируете. То, с чем вы работаете. На нижнем уровне вы… Ну, знаете, что не есть, если хотите, помойте для себя. Но, как бы, не знание особо детальное не требуется. А кроме HTTP, вы знаете, что прикладные протоколы? В общем, так, я уверен, что все знают. FTP, mail transfer protocol. Да, FTP – file transfer protocol. SMTP – send mail. Тоже, по-моему, transfer protocol, если не ошибаюсь. Их, на самом деле, много. Никто, в принципе, не запрещает вам вообще придумать свой протокол, да, и им пользоваться. Окей, поехали. Из чего состоит, какие основные составляющие, в принципе, HTTP. Ну, HTTP – такое, знаете, сборное понятие. Сейчас мы немножко разберем его на детальке. Посмотрим, с чего он состоит. А потом откроем браузер и прямо посмотрим, как это работает в сети. Вот как оно выглядит. Итак, первое, что есть – это строка запроса. Я уверен, что все открывали браузер, все пользовались Google, искали себе, как домашку сделать. Все вбивали какие-то строчки. И с этой штукой знакомы. А кроме строки запроса, кто знает, может, сталкивался, слышал, что еще может входить вот в часть вот этой вот небольшой аббревиатуры? Заголовки. Да, заголовки есть, но обычно выделяют дальше методы. Кто слышал про такие методы? Get, Post, Put. Слышали? Да, вот сама строка запросов, она сама по себе не имеет… Она не самодостаточная. То есть, имеет чисто строку запроса – это еще не есть полноценный запрос. Вам обязательно нужен метод. Вот если у вас есть строка и метод, это уже тот минимум, согласно которому вы можете работать, обращаться к сети. Если вы сделаете get на вот этот адрес, сервер возьмет, поймет, что вы делаете запрос на получение данных, посмотрит, что у вас на строке запроса, что с этим можно делать, и что-то вам, скорее всего, выдаст. И вот то, что он вам выдает, прежде всего определяется кодом. Слышали статус-коды такую вещь? Да, слышали. О, отлично. Уже двое. Двое слышали. Статус-код – это число, которое говорит вам, что же все-таки произошло. Это успех, это не успех, где-то какая-то ошибка получилась, там какой-то ready-rex работал. Это вот числовое представление того, что по итогу получилось. Так, окей, наряду вместе с методом, то, что он возвращается статус, вот правильно коллега по цеху этого сказал, есть еще заголовки. Заголовки – это какие-то метаданные, это что-то, что описывает ваш запрос. Вот тут я сделал, как бы, как пример, три штучки. Например, там, контент-тайп. Контент-тайп – это говорит серверу, «Эй, я тебе отправлю запрос, а внутри него будет лежать там что-нибудь текстовое». Или могу указать контент-тайп, там, джейсон. Или контент-тайп – я могу указать, там, xml то же самое. И сервер, прежде чем вообще начнет работать с запросом, он может посмотреть на контент-тайп и понять, типа, «Ага, вот мне, Дмитрий Фидович прислал контент-тайп xml, значит, я работаю с данными, которые ко мне придут по xml». Ага. Кэш-контрол-но-кэш. Это означает, что я не должен о сервере использовать никаких кэшей, ничего сохранять, а просто отдать все, как есть. UserGet Mozilla 5.0 – это определять браузер, с которого пришел запрос. Дальше, помимо заголовков, клиент еще может отправить тело. Сладик немножко прыгает, сейчас мне это само настраивать. Тело – это один из вариантов, как можно передать данные с клиентом. Почему один из вариантов? Кто мне может задать? Какой еще вариант есть? Параметры в строке Mozilla. Да, совершенно верно. Видно мою мышку? Да. Да. Вот после знака вопроса через Q идут параметры запроса. Действительно. А теперь у меня вопрос на такие уважаемые. А зачем нам, допустим, нужно боди, если у нас, может, те же самые все параметры передать в строке запросы? Их может быть несколько, и это будет очень большая строка, намного удобнее. Ну, большая строка. Мы же компьютеры передаем. У нас есть два метода, put и get. Ну, пост. Пост от get отличается тем, что он данные закрывает. То есть это, условно, там пароли, логины. Чтобы не показывать их, они передаются пост-запросом. Для этого используется body, а не query-параметры. Так. Действительно, в пост-запросе, когда у нас метод не get, а пост, действительно считается, что в body должен быть тупый лог. вот эта штука называется. Действительно, в body должен находиться payload. Но, в принципе, он защищен ровно настолько же, сколько и... настолько же, какие параметры в строке запросов. Если передать body логин с паролем, ну, он, как бы, тоже не слишком защищен. Как же, правильно ответ? На самом деле, можно по большому счету и так, и так отправлять запросы. Но есть один прикол, о котором мало кто рассказывает. Строка запроса – это лимитированная строка. Она может быть очень большой, но она лимитирована. И в Chrome, я не знаю, сейчас присутствует или нет, но было ограничение, что, по-моему, больше там полутора тысяч символов ставить нельзя. И мы вот в работе столкнулись с такой проблемой один раз. Мы могли понять, почему в Firefox работает запрос, а в Chrome – нет. Вот у нас там отчетчик, который генерировался, и мы вот параметрами вот здесь, как ю, через запятую передавали, ну, там за машинами следили, список машин передавали. И вот получается, что количество машин было очень огромное, и в Chrome этот запрос отваливался, а Firefox все отрабатывал. И чтобы это дело вылечить, мы поменяли GET на POST, и параметры отсюда отправили в BODY. И произошла магия. Все заработало. Так. Ответ. Наряду с BODY, как мы отправляем запрос, так в сервак нам в теле может что-то вернуть. Это может быть JSON, это может быть HTML-страница, это может быть XML. HTML. На самом деле это любая по итогу строка. Абсолютно любая, которую только мы захотим. Вот, собственно, основные шесть моментов, о которых вам нужно узнать, о которых вам нужно помнить, когда вы работаете с HTTP. Пытания. Какие пытания? Какие вы молодцы? Ладно, тогда я вам потом буду вопросы устраивать. Хорошо, поехали дальше. HTTP-строка. Это вот сейчас вот эту штучку мы будем с вами раскрывать. Кто считает, что он ее хорошо знает? Давайте. Да? Давай. Как тебя зовут? Антон. Антон. Поехали. Давай. Что самое первое в этой строке идет? Ну, в строке HTTP, ну, там сначала строка запроса, вот это URL. Ну, вот правильно, мы про вот эту URL, кстати, мы про URL сейчас отдельно поговорим. Мы про вот эту URL сейчас и говорим. Из каких частей она, в принципе, состоит? А, это сначала протокол, затем домены. Сейчас, если я не спешил, протокол действительно да. Ну, схема называется. Окей, есть. Дальше. Что может быть? Доменное название или IP-адрес. А, домен или IP-шник. Окей, а перед ним? Ты в курсе, что перед ним тоже могут идти еще параметры, и не одни? Встречал когда-нибудь? А, нет, не встречал. А кто-то встречал? Да, можно логин, пароль вводить через собачку. Да, совершенно верно. По стандарту можно авторизоваться через эту строку. У вас может пойти логин, через двоеточие пойти пароль и через собачку уже потом пойти хост. Ой, это ошибка написана. Это пароль. Это ошибка. Хост, а потом пароль, а потом уже идти хост. Что после него? Антон? Путь, ну, хотя, да. Путь на... Путь, просто путь. Хотя сейчас этот путь может не значить вообще ничего. Вот. Раньше это был путь на машине, то есть физически в папке. Мы с вами про эти пути поговорим отдельно, когда будем касаться архитектуры. По моему мнению, это, наверное, одна из самых ключевых вообще сейчас архитектур, которая используется в индустрии. Но это мы чуть попозже поговорим. А перед путем у нас еще кое-что есть. Порт может быть. Отличный. Внесите хрустальную сову. Да, действительно, порт. У нас же после домена может еще и порт. А дальше уже идет путь. Где-то все. А... Все? Ну, дальше параметры. Да. Ну, дальше сам запрос. Будет ли нашего Джона Малковича продолжать мутурить. Да. Действительно. То есть, когда строка получается немножко более хитро, немножко более сложно, чем, кажется, на первый раз. Он может сразу реализоваться, может и параметры передать, и порт указать, и схема. А кто скажет, чем HTTP и HTTPS отличаются? HTTPS лучше на безопасность? Да, да, да. Ну, там просто последняя буква означает выбирать Secured. Да. Это HTTP и HTTPS Secured. Это, как бы, второй протокол, который подразумевает, что данные передаваться должны на их безопасном мголизме. Там дальше шифрование идут, с открытым ключом, с закрытым ключом, симметричный. Тоже, если хотите, можем как-нибудь порисовать, посетить. Так, окей. Кто там про URL говорил? А кроме URL есть еще две штуки, которые часто используются. Кроме URL. Кто-то сталкивался? Да. Вот старые такие рисуночки. URL и URL. На самом деле, в терминологии просто принято использовать URL. Все говорят, кинь мне URL. А по какой URL ты идешь? Вот, не заморачивайтесь, вот так же продолжайте общаться. Просто знайте, что есть еще две штуки, которые, они наряду с URL тоже, где там в программном ходе используются, они есть, но все на них просто тупо забивают. А шифроваться примерно одинаково. В уникальном ресурсе. Locator, Identifier и Name. Отличаются следующим образом. URL – это вообще все. Когда вы говорите, там, кинь URL, то сам вы дали URL. URL – это все до параметров. А URL – все кроме схемы. Не запоминайте. Не надо. Знаете, что просто они есть, что, в принципе, они отвечают за одну доменную область. И когда спустят кинуть URL – просто кинь дальше в URL. Наговорились? Ок. Так. Какие, кто сталкивался, знают еще и есть методы, кроме ГЭТа? Какие могут быть? Пост, бут, патч, делит. Упдейт. Упдейт. Че? уход еще был лучше options есть такого распространенного а на самом деле принципе опять по большому счету если вам завтра захочется отправить какую-то строку свою вам глобально никто не запретить это сделать вопрос на том конце провода смогут принять или не смогут принять но в принципе если вы здесь зато напишите на тапки то улетят тапки так что чем она отличается общем используя плене возможности веб-сервера обычно эта штука отправлять просто посмотреть что сервак вообще какие там но не опишки кинку может использовать если такой файл у него и нет вот это эндпоинт заказа просто метод 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 будет фейлова полезная нагрузка окей нет получаем нет получаем скандартный который заполнить запрос как нажимать кнопочку enter в браузере дальше это это тоже самое все то же самое как и get ну просто вам не передается тело это можно допустим попробовать а если такой вообще ресурс если вы знаете что где-то даст на 5 мегабайт данных но вы не хотите лично получать кого захотите достопать такой инклоент или нет вы можете пройти на него и он типа должен прийти ответ ну просто вот без тела типа там окей такое есть пост путь и патч это дело используется для сохранения просто путь обычно используется для обновления данных то есть если у вас есть студент сучность или книжка вы нажимаете кнопочку сохранить у вас появляется пост открываете этого же студента меняйте ему там не знаю оценку на двойку вы обновляете путь если вам нужно чисто одно поле на ведь у студента какой-то нужно ошибка примере когда используется патч но это все так немножко размыто и какого-то жесткого одного сандарта или документа который бы все это дело описывал нету просто знаете хороший тон и когда политика пишет по хорошему тону вас поймет разработчик ну дали я тут как бы да не смысл вообще окей мы с вами прошлись по строке запросов мы прошлись по методам хендеры body response принципе могут быть практически любые что стандартизировано дальше это статус кода кто мне скажет какие бывают какие вообще грубых статус кода бывает это кстати очень распространенного просто собеседование 200 это статус окей 400 это ошибка клиента и 500 ошибка на сервере да отлично неси на четко сотый забыл да действительно собственно все правильно было сказано ошибки делятся на 5 основных статусов как правило сотки вообще не встречать на них не останавливаться не буду 200 это все различные успеха успешно отдалась информация успешно создался пользователь что-то еще успешно 300 это действительно там если ресурс был передвинут другое место и сейчас мы собираются перенаправить когда вам говорят 300 одна из 300 400 это когда что-то клиент неправильно сделал 500 это когда сервер не правильно сделал и вот эти вот последние две мы с вами сейчас посмотрим на практическом примере чтобы я не был холословным вот немножко расшифровки 200 означает окей 201 создана 202 принято а остальные знаете что они есть я их на память не помню они часто используются опять таки живет на будет на 301 ну еще 302 это когда вы обращаетесь ресурсу который там был но куда-то ушел и сразу говорит типа ну чувак я знаю что тебе нужно сейчас я тебя перенаправлю но сюда больше не ходи тут больше ничего нет вот используется один из этих эти я не встречал ни разу просто знаете что они есть мой 404 400 ошибки они достаточно популярны их по-хорошему ну не то чтобы выучить но хотя бы надо знать о их существовании плохой реквес пользователь не авторизирован нельзя ему этот ресурс страница не найдено учреждение 4 любимое всем метод ноты лаут ну что значит этот ноты лаут это когда вы это когда и get есть например у нас есть get а мы пост отправляем да да молодец умничка совершенно верно когда вы промазали сменными методами совершенно верно а антопорт медиа тайп вот например не у нас есть моя табличка да вот типа контент-тайп отправлять джейсон а сервак ожидает увидеть xml он запаса нам 415 должен по идее также кто-то чисто прикольнулся и добавил 418 чай 418 кто-то переведет так что такой тип от чайник да наверное я не приколы аж теперь статус кодс я здесь википедия википедия википедии 400 они типа это официальный стандартизированный ответ т.е. сервак может прислать вам что я чайник это кто-то по приколу по моему добавила но когда пришлось и осталось поэтому можете использовать если захотите окей есть 5 сотки 5 сотки это когда что-то происходит на сервере не по вашей вине вы как или отправили правильный запрос вы хотите стать студентом ему 23 годика 18 годика зовут иван иванов и тут вам приходит 5 сотка вы все сделали правильно но что-то на сервере упало это вот когда происходит ошибка и на клиентской стороне она сервера тогда одна из этих вот ошибок может вывалиться если бы допустим вы отправляли создание студентка там ивана иванова и у него был бы там возраст не 18 годиков а там а bcd тогда бы вам скорее всего пришла там 400 какая-то ошибка там бромбель квест или что-нибудь бромбель квест по-хорошему а тут если он уже упал, то тогда на сервере какая-то проблема зовите разработчиков да опять таки из всего что есть вот первые пять самые популярные когда те или что происходит так у меня для вас есть маленький самописный примерчик кто знает как вообще можно исследовать вот эти вот http отправку получения лезть в браузер, делать инспектор, переходить через нетворк да 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 совершенно верно через нетворк у меня есть маленькая самописная форма самопальная вот localhost localhost означает что это вот у меня на сервере развернуто а кто знает какой синоним localhost то есть 127 001 да вы умные а какой ваш курс вообще? третий, второй, пятый? третий уже были все эти, да у вас какие-то? или просто вы сами по себе такие молодцы? я понял окей хорошо на самом деле это у меня примитивная форма и она делает не что иное как просто делить два числа 121, разделить на 5, admit 24 и 2, ну плюс-минус правильно наверно окей что я хочу? я хочу сейчас на этой форме показать вам как правильно вообще исследовать запросы, как правильно смотреть на ответы и что они могут означать идем во вкладку нетворк, дальше тут есть куча вариантов хочу выбрать, можно только картинки смотреть, только CSS, только скрипты, я выбрал все, чтобы не сыпалось все подряд теперь давайте попробуем, ну что, допустим 8, делим на 2 и смотрим что у нас происходит сети о, у нас куча всего насыпалось на самом деле, вот у нас насыпалось какой-то мусор, вообще даже не знаю что такое, какие-то утилиты, не знаю, что это за грязь какая-то, какие-то мальчики, это не мое, мое вот, гридинг, видите, localhost 8280, гридинг, нажимаем и давайте посмотрим что-то произошло, был отправлен запрос на вот этот endpoint, да, уже разбирайтесь, метод у формы был пост, обратно получили мы двухсотку и куча всяких заголовков, ну здесь немножко, которые отправил вам сервак, пускай connection держится наш, там локализация на которой есть время, ну мы можем их смело или ноль, если оно нам не надо, и request, это то, что улетело от нас, это то, что улетело туда, ну вот, готовы принять на самом деле вообще любой формат, который здесь написан, application xml, текстовый, картинки готовы, ну то есть отправил двойку, и в втором виде они выглядели вот так вот, a равно 8, nb равно 2, это то, что я вот здесь вам показывал, строка запросов, вот, идет знак вопроса, а потом идут через ключ равно значения параметры, которые мы можем отправлять. окей, а если мы, предположим, отправим что-нибудь, что мы можем получить, какие у нас варианты, ну смелее, request, ну по идее, да, не знаю, давайте посмотрим, что у нас есть, бух, опа, вон мы уже красненький, ну как бы, наставите, не обращайте внимание, это стандартная заглушка, вот мы получили наш запрос, но уже красный, вот наши данные, которые отправились, ASDB, BBB, там ASD, и нам вернулось в 400-ках, если мы отправимся в нашу шпаргалку, мы посмотрим на статус кода 400, bad request, то есть юзер ввел что-то неправильное. окейшки, хорошо, давайте еще один посмотрим, когда какой-нибудь угловато, как есть, так, как оно работает, с ним делится два, подми, так, 3,5, все, у нас все зелененькое, у нас постики, у нас два соточки, все красиво, все шикарно. Давайте теперь попробуем, где-нибудь на ноль. Бух, мы опять получили ошибку, на этот раз мы получили ошибку, потому что сервак толком не умеет обрабатывать данный случай, данный кейс. там у меня просто идет там А поделить на Б и все. Каких там особых магий проверки на эти situations, ничего нету. Поэтому вот мы отправили данные, мы честные клиенты, мы отправили два числа. Типа сервак, дай мне ответ. А сервак, честно, получил два числа, пошел к дну. Вот мы его пустили. И пятисотка, а это, что сервак не смог ответить. То есть сервак действительно там накрылся. И вот тут ошибочка вот есть. Какие вопросы? У меня вопрос, я просто по личному опыту не всегда понимаю, когда правильно ставить четырехсотые, а когда пятисотые. Вот я приведу пример. Я, например, что-то беру из базы данных и, точнее, наоборот, что-то собираюсь положить в базу данных. И мне приходит ошибка. И я не знаю, мне ставить четырехсотые, потому что, например, какие-то неправильные данные мне прислал клиент, и поэтому у меня не получилось что-то создать. Или ставить пятисотые, потому что конкретно проблемы с базой данных. Отличный вопрос. Смотри, когда тебе прилетают данные, которые ты собираешься ставить в базу данных, по-хорошему ты их должна на самом входе в самом начале проверить. Имя не пустое, фамилия не пустое, возраст больше нуля, меньше ста. Провести первую такую валидацию данных. Если на этом этапе валидация данных не проходит, что-то пользователь не то прислал, ты ей говоришь, четырехсотые, иди лесом. Вот это поле не должно быть там пустым. И длина этого поля должна быть такая-то. Или эта строка должна быть имейлом, отвечающим такому запросу. В этом случае отправляешь четырехсотых. Дальше ты берешь эти данные, манипулируешь, пишешь запросы, делаешь ставку в базу данных. Твоя задача, как разработчика, постараться определить максимально кейсов, когда эта штука может не сработать. Не произошла ставка в базу. Ты смотришь, какая ошибка не произошла. Почему? Какая вот source, допустим, дубликация айдишника. И этот ответ, условно говоря, отправляешь обратно. Не могу я вставить такого юзера, потому что такой юзер с таким дефекционным кодом уже есть. Дальше. DOS слишком длинная поле фамилии, а эта поле фамилия не помещается в колонку в таблице. Подумала. Добавим, это новая инвалидация, которая стоит в самом начале. И когда ты уже подумал этими кейсами, и все равно пользователь умудрился, как сломать это дело, тогда уже идет 500-ка. Говоришь, окей, все, ты меня сломал, я залогал, буду смотреть, что не так пошло. Монсервак у меня пошел к дну. По идее, ты должна максимально вот этих кейсов обработать, чтобы неправильно данные даже не залетели туда. Да, я поняла. Я поняла. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. То есть я где-то вот здесь должен был бы по-хорошему, не знаю, если b равно нулю, не знаю, тогда берут там, не знаю, not a number. По-хорошему. Но я этот текст условно прощелкал для нашей демки. Я вот тут, если ровно нулю, тогда кидаю ошибку. Если сделать так, то оно заработает. Есть, запустилось. Давайте пополним, если вам интересно. Один, делим на ноль. Инфинити прислал. У меня уже сервак ответил 200-ку. Он уже что-то сделал. Хотя, по-хорошему, на первом этапе, вот прямо здесь, мне должно было сказать, типа, нельзя вводить ноль, потому что на ноль делить нельзя. До отправки. Потом, после отправки, мессервак должен был схватить здесь, типа, ага, ноль, на ноль делить нельзя, там, бедрикост или что-нибудь на этом роде. И когда я уже все случаи прощелкал, когда у меня уже то, что я не предусмотрел, но легло, тогда уже надо лезть и разбираться, смотреть, а что же пошло не так. А вот если говорить про валидацию, валидацию лучше делать всю на сервере или какую-то часть оставлять на клиенте? Это не совсем про методы, но... Тоже правильный вопрос. Не так, не так. Валидация должна дублироваться и там, и там. Если у тебя стоит форма, где ты, там, создаешь пользователя, у тебя ограничение на пароль, на минимальные размеры и ограничение, там, я не знаю, на email, на пароль пускают, то пользователь потенциально может отправить запрос куплю сервер в обход вот этой UI. То есть потенциально... Давайте попробуем, я не знаю, я не пробовал, может сейчас у меня получится. Есть такая штука называется Postman, слышали? Да. 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 Да, смысл. Да, это для симуляции запросов. То есть, если у нас, допустим, здесь стоит проверка на UI, что вот эта штука должна быть не нулевая, какая вода, но не нулевая, но такая проверка не дублидируется на серверах, то злоумышленник потенциально может попробовать взять и просто там через Postman A равно 3, B равно 4, Post, 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 А. Стоп. Во! И я получил... Я достучался до сервера. То есть, я в обход твоей валютации на фронте получил доступ к бэку. А по идее мне бэк должен сказать там. Типа ай-яй-яй, ну-ну-ну. Это вы бальдаты делаете там и там. Поняла, спасибо. Да. Еще вопросов. Нет вопросов, да? Все понятно, все знают. Окей. А кто там обещал открыть про дату 1970 года? А прошла лекция. Понятно. А потом просто в прошлом, по-моему, в прошлый раз в чате сразу и написали ответ. Да, я пропустил. Тогда виноват, пропустил. Окей, ушки. Так. Помазал, может, и пил, у меня все. Есть какие-то мысли и пожелания, чего хочется услышать? И бежим, как бежим, а там будем смотреть. Вы же свои сервера, я так понимаю, уже пишете, да? Да. Да, у нас ждания в кампусе были. Убившись в кампусе, кто уже написал свои сервера для создания, короче. А с какого плана сервера? Насколько сложного? Ну, я так понимаю, что это симуляция Stack Overflow или что-то такого. Ну, короче, мы можем рееструваться, мы можем логинить, мы можем додавать пости. До постов можем лайки додавать, коментарии, редагировать пости, выдалять. Ну, и плюс там еще админ-панель, яка тебе даёт доступ видаляти пости. Не видаляти, там, Set Visible. Тобто, мы можем делать пости видимые, невидимые. Для админа можно вывести все пости, какие и видимые, и невидимые. Ну, такое короче. Такое, короче. Это круто. Операция с авторизацией. А еще раз не услышу, пожалуйста. Create, update, delete, операции с антитями и авторизация. Это вся архитектура. Ага. То есть, типа, арест сервак свой? Да. Окей. Тогда я предлагаю, собственно, арести в следующий раз и поговорить. Потому что там есть определенные заблуждения, и я не хочу вас в миру выпускать с ними. Подходит такой вариант? Так. Хорошо. Супер. У нас сегодня коротняя коллекция, на 40 минут. А то надо с квартиры гонять, надо вещи собирать. Поэтому думайте. Если есть вопросы, не стесняйтесь задавать. Если есть какие-то темы, о которых хочется поговорить, тоже можно обсудить. На следующей нашей встрече тогда мы можем взять какой-нибудь несложенный РС-сервачок. Посмотреть, как же он по-правильному должен писаться, что такое по-правильному РС, чем он хорош, и о чем вы должны помнить, когда, собственно, акклиментируете подобные вещи. Договорились? Да, окей. Окей. Как-то так. Не смело, окей. Хорошо. Все, супер. Тогда так и планируем. Следующий вторник, 25 число, в то же время. Я вас все жду. Если что-то интересное захотите послушать, делитесь требованиями. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Берегите себя. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До побачки. Спасибо.